Привет, друзья! У нас сегодня погода отличная, светит солнце на улице плюс 18, начало октября. И такое желание есть приготовить что-то на свежем воздухе. Сегодня в нашем меню будет блюдо белорусской кухни, белорусские колдуны, которые мы будем обжаривать во фритюре в казане. Ну что, начинаем? Нам потребуется картофель, лук, растительное масло, фарш, свинина, говядина, зелень, соль, перец и два яйца. Картофель в сторонку. Первым делом будем заниматься фаршем. Из зелени я взяла петрушку. Вы можете сюда еще добавить укроп. Фарш. Добавляем много зелени. Большую луковицу потру на терке. Можете лук нарезать мелким кубиком, но мне кажется на терке, на крупной, не хуже будет. Добавляем сюда соль и перец. И все хорошо перемешиваем. Сейчас будем делать фрикадельки для колдунов. Вот делаем такие фрикадельки небольшие. Вот где-то вот такие, с перепели на яйцо. Даже, может быть, немножко побольше сделать. Иначе колдуны будут слишком маленькие. Фарш берите любой. Можно взять и свинину, можно взять просто говядину, можно курицу взять. Любой фарш. Но самое главное, чтобы он, конечно, был такой не сухой, а жирный. Вот столько получилось у нас фрикаделек для колдунов. Столько же будет и колдунов. Занимаемся картофелем. Натираем картофель. Вы можете использовать мелкую терку. Я буду вот такую использовать. Она не крупная, но и не мелкая, средняя. Картофеля пойдет достаточно много. Наверное, килограмма три. Самое главное, его теперь нужно натереть. Картофель посолили. Хорошо перемешиваем. Вот уже начинает краснеть много крахмала. Картофель начинаем понемножку отжимать. Сок нам лишний не нужен в колдунах. Вот берем маленькими порциями и отжимаем картофель. Хорошо. Вот почему я в самую первую очередь посолила картофель. Когда мы картофель солим, он сразу же начинает выделять сок картофельный. И вот этот сок нам нужно хорошо отжать. Иначе наши белорусские колдуны развалятся. Если будет много сока. Отжимаем последний сок. Вы посмотрите, друзья, сколько много сока. Вот посмотрите, выделил картофель. Перекладываем в большую миску. Картофель натираем лук. Две больших головки. Лук натерли. Добавляем перец и соли немножко. Вбиваем два яйца. И все хорошо перемешиваем. Целая большая миска картофеля. Это будет вкусно. Картофель перемешали хорошо. Сейчас будем заниматься колдунами. Друзья, и вот такие колдуны у нас получаются. Берем немножко картофеля, который уже у нас и с яйцом, и с солью, и с перцем. Вот так вот по руке разминаем, потоньше делаем. В середину кладем фрикадельку. И заворачиваем эту фрикадельку в картофель. Делаем такой колобок своеобразный. Вот так вот немножко еще отожмем, чтобы не было у нас лишнего картофельного сока. Он нам не нужен при обжарке. И вот формируем вот такой колобок. Друзья, вот такие колобочки у нас получаются. Немного картофеля. Вот так вот его еще раз отожмем хорошо. Вот видите, мы его отжимали хорошо. И все равно он еще немного в конце посолили. Все равно он выделил картофельный сок. Вот так вот по руке разминаем картофель. В центр кладем фрикадельку мясную. И заворачиваем. Вот сюда можно еще немножко добавить картофеля. Немножко еще отжимаем. Друзья, я буду обжаривать в казане во фритюре. Если вы будете обжаривать на сковородке, конечно, вам такая форма не пойдет. Потому что все-таки сковорода плоская. Это не фритюр. Тогда вы форму делаете совершенно другую. Сейчас я вам покажу, какую. Кладете фрикадельку. И уже делаете форму котлетки. Вот смотрите, какую форму вы можете сделать колдуна. Вот видите? Форма, чтобы было котлетки. И вот такие котлетки под крышкой на сковородке вы можете обжаривать. Я буду обжаривать в казане. Поэтому я делаю колдунов в форму круглую. Шариков таких. Потому что у меня будет фритюр и масла будет много. Вот столько колдунов у нас получилось. Но еще несколько фрикаделек осталось. Мы их будем обжаривать в казане так. Все. У нас все готово. Идем к казану. В казан наливаем масло растительное. Много. Наверное, целую бутылку буду использовать. Чтобы колдуны обжаривались хорошо у нас. Огонь нам сильный не нужен. Огонь нам нужен средний. Колдуны обжариваются. Обратите внимание, кипение маленькое-маленькое. Вот. Такая красота у нас получается. А ну пусть еще жарится. Чтобы они хорошо прожарились внутри. Сейчас будем выкладывать уже. Первые корки. Первая партия обжарилась. Вот так вот шумовочкой. Чтоб масло все в стекло держим. Выкладываем. Вот такие они у нас красивые получаются. И закладываем вторую партию. Вот обратите внимание. Кипение на минимум. По четыре штучки я буду обжаривать. Чтоб они у нас обжарились. И сверху. И внутри. Чтоб они тоже приготовились. Распределяем. Распределяем. И обжариваем. Вот обратите внимание. Никакого кипения нет. Маленькое-маленькое побулькивание. Переворачиваем еще раз. И так несколько раз будем переворачивать. Чтоб они обжаривались и с той стороны, и с этой. Вот перевернули. Минуты три еще пожарятся с этой стороны. Опять перевернем. Чтобы хорошо прожарилась наша начинка. И получится как у нас. Сверху вкрустящая корочка. Картофель фри. А внутри сочная начинка. Мясная. Один колдун уже съели. Очень вкусный. Попробовали. Вообще. Прелесть. Выкладываем вторую партию. Вот так вот держим. Чтоб масло все стеклось в казан. Нам лишнее масло не надо. Можете использовать бумажное полотенце. Кладите на бумажное полотенце. Но мне и так вот. Я держу. Видите? Все масло лишнее. Копытка. Вот этот картофель лишний мы убираем. Он нам не нужен. Закидываем третью партию. С масляцем сверху поливаем. С шумолочкой. Ждем пока с той стороны они обжарятся хорошо. Потом будем переворачивать. С одной стороны обжарилось. Начинаем переворачивать. Вот видите? Какой красивый цвет уже с той стороны образовался. И вот так вот будем переворачивать несколько раз. Перевернули. И маслицем вот так вот с этой стороны поливаем. Чтоб у нас начинка хорошо приготовилась. Кипение маленькое. Вы сами видите. Переворачиваем еще раз. Какой красивый цвет получается у нас вообще. Очередная партия колдунова обжарилась. Выкладываем. Смотрите, друзья, какая красота. Масло пусть стекает. Подержим немного. Такие красивые колобочки у нас получаются. О, красота! Закидываем последнюю партию. Последние три штучки. Вот так вот положили. Сразу же начинаем масло цинклировать сверху. И не трогаем. Ждем, пока снизу образуется хрустящая золотистая корочка. Снизу картофель обжарился. Вот хорошо. Переворачиваем. И обжариваем с этой стороны. И переворачиваем несколько раз. Чтобы равномерно обжарился картофель. Чтобы масло все стекло. Друзья, вот столько получилось у нас колдунов. Сейчас будем обжаривать фрикадельки, которые остались. На колдуны идет очень много картофеля. Поэтому немного не подрассчитала. Фрикадельки обжарились. Вот такие колдуны белорусские у нас получились. Ну что, пробуем. Посмотрим, какие они в разрезе. Разрежем. Ой, хрустящие, хрустящие. Посмотрите, друзья. Какая красота. Вообще. Пробуем. С первого раза не поняла. Пробуем еще. Сейчас еще одну разрежем. Друзья, вот такие получились. До чего получилось интересное блюдо. Сверху хрустящая корочка, как картофель фри, как драник. А внутри сочная мясная начинка. Посмотрите, картофеля здесь совсем немного. А вот мясная начинка, наша фрикаделька, достаточно большая. Готовьте по этому рецепту. Делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я всем-всем желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей солнечной погоды, как у нас, начало октября. Готовьте на природе блюдо белорусской кухни, белорусские колдуны. Вкусно, просто, бюджетно. Всем удачи. Пока, друзья. До следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok